друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife меня зовут александр перед вами новинка dougie x5 pro это бюджетный вариант от компании компания в последнее время выпустила огромное количество очень интересных новинок которые стоит рассмотреть которые стоит продавать и естественно стоит покупать в данном обзоре будет dougie x5 pro это флагманская модель из этой серии x5 потому что есть еще и обычный x5 он там немножко проще но в целом плюс-минус все одинаковое единственное что здесь 2 гига оперативной памяти 16 встроенных и процессор mtk6735 поставляется модель вот в такой вот очень маленькой бюджетные коробочки в целом комплекте особо ничего нет вы видите там документация и есть вот такая вот зарядка зарядка здесь идет на всего лишь 700 миллиампер то есть 0 7 ампера но в принципе заряжает смартфон она нормально быстро не жаловался я модель имеет довольно таки простой дизайн довольно таки простой корпус не заморачивались тут в плане там дизайнерских решений делали максимально бюджетное устройство с максимально интересными техническими характеристиками давайте рассмотрим его внешний вид спереди это у нас закаленное стекло заводская пленочка на экране датчики приближения освещения 3 сенсорных кнопки эти сенсорные кнопки не подсвечиваются разговорный динамик и фронтальная камера у нас идет на 2 мегапикселя с интерполяцией до 5 сверху разъем под наушники и micro usb с этой грани качелька громкости вверх вниз кнопка включения выключения здесь динамик и микрофон с этой грани у нас нет ничего сзади корпус представлен в виде вот такой вот soft touch крышки на первый взгляд она довольно таки маркая но я считаю все равно что это лучшее решение чем сделали бы обычный какой-то пластик невзрачный он очень классно лежит в руке он очень приятен на ощупь ну то есть да он маркий но и без этого как бы пользоваться можно отлично основная камера на 5 мегапикселей она интерполирована до 8 и есть вспышка под крышкой крышка снимается вот так вот у нас просто динамик здесь вот находится здесь две сим-карты есть поддержка micro sd две симки работают в формате 3g 2g 4g lte сети то есть все поддерживается производитель в бюджетнике вместил все стандарты связи аккумулятор от производителя поставляется на 2 400 миллиампер принципе по аккумулятору тоже немножко позже скажу в принципе он хороший сборка смартфона мне понравилось для бюджетной конструкции ничего нигде не люфтит не трещит если плотненько закрыть эту крышку то он даже довольно таки монолитен поэтому плохого сказать ничего не могу пока включается смартфон еще раз повторяю производитель не делал акцент на дизайн дуги x5 там точно такой же дизайн все точно такое же но модель еще дешевле и еще доступнее чем x5 pro чем же x5 pro интересен при цене в примерно 80 долларов в китае при цене примерно 100 долларов из наличия в украине в нашем магазине интересен в первую очередь своими техническими характеристиками в соответствии с этой ценой данная модель в принципе похоже по техническим характеристикам с meizu m2 mini который значительно дороже и по меркам гривны в районе где-то тысячи гривен разница в цене а по характеристикам плюс-минус то же самое мы видим здесь 5.1 android здесь 67 35 пи это процессор mali t720 это графический ускоритель hd разрешение экрана никакого 2 и 5 д экрана здесь нет экран обычный 2 гига оперативной памяти в про версии 16 встроенных есть также поддержка карты памяти процессор здесь четырех ядерный он 64 битный работает на частоте 1 гигагерц но это довольно таки средненький слабенький процессор мультитач здесь двухточечный основная камера на 8 фронталка на 5 а на самом деле без интерполяции это 5 и соответственно 2 экран здесь у нас IPS матрица здесь по данным от производителя говорят что есть ОГС но ОГС здесь нету довольно таки интересная матрица HD разрешение ОГС видно что ОГС здесь нету потому что все-таки воздушная прослойка присутствует однако углы обзоров в этом смартфоне очень даже неплохие если открыть какие-то такие картинки то углы обзора для бюджетника для смартфона по такой стоимости конечно же углы обзора хорошие что касается прошивки прошивка здесь покажу вам сейчас какая к положительным особенностям смартфона по такой цене я считаю уже то что производитель предлагает различные прошивки и хоть как-то работает над своим софтом на форуме 4pda есть прошивки это уже очень хорошо прошивка полностью переведена на русский в основных моментах и есть некоторые моменты где вот там управление жестами еще какие-то жесты разблокировки и так далее есть в некоторых местах английский язык ну вот на данный момент такая прошивка все что нужно для пользования все что необходимо у нас все везде полностью на русском языке и поэтому переживать за вот то меню не стоит также как я вам только что показал есть двойной этап на разблокировку это тоже очень интересная и полезная функция идем дальше давайте посмотрим какие я делал тесты а перед этим расскажу вам немножко про звук звук в этом смартфоне принципе опять же за эту цену звук отличный и разговорный динамик и микрофон и youtube музыка и в наушниках что меня порадовало здесь нет такого звука вот как там из ведра глухого звука никудышнего здесь нормальный полноценный звук присутствуют басы конечно же если там сравнивать с meizu mx 5 то говорит не о чем но для этой цены в этом обзоре будет часто говорится эта фраза потому что но это основополагающий момент в этом смартфоне если бы эта модель стоила уже 100 долларов в китае то уже множество конкурентов аналогов которых можно взять получше но в такую цену аналогов лично я не знаю с двумя гигами оперативки с таким аккумулятором и так далее поэтому по звуку никаких нареканий нет давайте я вам включу что-то из youtube а просто запущу чтобы вы услышали как звучит и динамик довольно таки громкий то есть со звуком все отлично я тестировал эту модель на gps как и говорят многие gps супер ловит очень быстро спутники даже в домашних условиях возле окна на балконе там и так далее спутников много и все хорошо в этом плане тестил я и аккумулятор к сожалению мне не получилось уделить этому много времени как обычно провести там два-три теста я сделал один тест это антут тестер который показал у меня 5054 балла что это за результат это довольно таки себе неплохой я вам скажу результат для бюджетного смартфона с аккумулятором в 2 400 по данным от антуту тестера вы видите что этот результат даже выше чем у сяоми митри у которого даст нам dragon 800 но у которого 3000 кому я поэтому опять же для бюджетного устройства вот такой вот показатель ну я приравниваю к полноценным двум дням пользования смартфоном при довольно таки средних нагрузках то есть это можно и интернетом будет попользоваться и что-то в контакте посидеть посмотреть и новости почитать и так далее поэтому и поговорить по телефону естественно поэтому результат я считаю хороший что касается производительности 2 гига оперативки мтк 67 35 пи это не урезанная версия этого процессора с частотой работы по 1 гигагерц я показывал как работает такая связка процессора с оперативной памятью на мейзо м2 мини и запускал асфальт и видели вы что асфальт играется без проблем сейчас опять же к сожалению нет возможности у меня поставить асфальт потому что он очень долго почему-то скачивается поэтому покажу вам просто как работает эпик цитадель тоже довольно таки требовательный ресурс тут есть и бенчмарк вот такой вот ну вот вы видите сколько fps показывает в основном это 17 20 ну то есть это плане производительности это не самый лучший показатель нет тоже чего хотелось но в целом про смартфон опять же за эти деньги довольно таки неплохой в плане производительности и придираться говорит что ну могли поставить там полноценный мы могли еще что-то делать да могли но цена бы этого смартфона росла выше выше и выше камера оставила у меня опять же такие средненькие впечатления камера довольно таки слабая камера видно что матрица дешевенькая что супер крутых картинок у вас не получится сделать фотографии получаются довольно таки мыльные макросъемка есть автофокус работает видео записывается в формате hd в принципе неплохого качества ну вот качество фотографии вот вы можете видеть такой немножко такая замыленная фотография вот здесь и будет чуть лучше но все равно вы видите какое качество дифирамбы петь камере этого смартфона не буду до хотелось бы лучше но опять же цена еще что хотел конкретно от себя добавить по традиции мои размышления что такое dugi x5 pro во первых это уже радует то что за такие деньги производитель сделал акцент не только на продаже этого смартфона но и на наличии запчастей на том же алиэкспрессе то есть если вы там что-то как что-то вам понадобится разобьете смартфон можно будет менять и тачскрин и дисплей и стоимость по нынешним меркам в принципе нормально тачскрин что-то я видел за 18 долларов дисплей видел что-то там 15 в районе 20 это нормальные цены поверьте мне это нормальные цены для смартфона потому что экраны дисплей это самое важное что есть в этом смартфоне принципе искать явные минусы ну просто язык не поворачивается этого делать потому что цена опять же цена 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 и еще раз цена модель работает стабильно благодаря вот этим двум гигам оперативки этого достаточно с головой ничего не вылетает ничего не глючит это очень хорошо за эту стоимость какие вы можете приобрести аналоги да ну никаких именно вот по такой цене если не подниматься вверх там на 300 гривен на 10 долларов на 20 долларов то никаких вы аналогов не сможете приобрести есть еще модель дуги x5 обычный там один гиг оперативки там 8 встроенных там есть тоже все то же самое абсолютно карты память карта памяти 2 2 симки камера такая же и там mtk 6580 процессор он немножко слабее чем вот этот вот вариант который в про версии поэтому и цена цена там еще ниже и ниже довольно таки существенно где-то на 20 25 долларов то есть та модель будет еще доступнее и еще прикольнее в плане бюджетности своей поэтому я считаю что говорить что тут плохой экран говорит что тут плохая камера говорит что тут плохая производительность да можно но если при этом всем добавлять цену в 100 долларов из наличия в украине или там 80 долларов под заказ из китая ну я не знаю что же это за минусы просто в сравнении да можно было бы сказать что там мазовым x5 лучше конечно лучше в принципе все вот такой вот дуги x5 pro модель очень советую уже продавали эту модель люди довольны пользуются и я смотрю просто по интернету по массовости насколько часто модель эту модель заказывают люди насколько это все массово эта модель захватила то компания дуги просто делает семимильные шаги и идет к успеху на этом все спасибо за внимание всего доброго и и и